Привет, я Катя Лазарева, я искусствовед, куратор, художник и преподаю два курса, ридинг теории авангарда и лекционный курс искусства с 1945 года до наших дней. Я долго думала, как нам организовать этот курс, потому что, с одной стороны, есть какие-то сквозные темы и сюжеты, например, тема войны или травмы или дематериализации искусства или перформансы, какие-то отдельные медиа. Но я поняла, что поскольку многие студенты среды обучения, многие художники, кураторы, критики, они имеют базового искусствоведческого образования, им может быть сложно сориентироваться в том, что было в 60-е, а потом в 90-е, потому что иногда это практики, довольно напоминающие друг друга, и поэтому организовала этот курс строго хронологическим путем, но призываю студентов как раз высматривать эти интересные для них сквозные линии и намечать какой-то мудборд, который вдохновил бы их на будущие выставки или собственные художественные исследования, проекты. И это, собственно, и есть наше итоговое задание. Я думаю, что основная цель этого курса – это ликвидировать какие-то базовые пробелы в истории зарубежного искусства. Предполагается, что современный художник, куратор или критик знаком с ней, хотя, к сожалению, как я уже упомянула, в вузах мало уделяется этому внимания, даже на искусствоведческих направлениях. И поэтому мы пытаемся компенсировать отсутствие зарубежного искусства в наших собраниях музейных, недостаточное количество публикаций, хотя, с другой стороны, сейчас огромное количество публикаций, и очень сложно, на самом деле, всё прочитать и усвоить. Поэтому этот курс в каком-то смысле служит под заменой такого длительного и упорного чтения на эту тему. Ну, если вот в лекционных курсах мне приходится солировать, самой показывать картинки, то reading-группы – это интерактивный формат, когда я даю студентам тексты, которые они читают, и мы обсуждаем их на reading-группах. Тексты посвящены авангарду, и это тексты, как самих художников, представителей разных течений – футуризма, дадаизма, сюрреализма, конструктивизма, институционистского интернационала и многих других. И, с другой стороны, это теоретические тексты, которые как раз размышляют о том, что же такое авангард, когда он был, кончился ли он, какие критерии авангарда и так далее. Весной первый раз состоялась эта reading-группа, и в качестве задания студенты предложили гениальную идею, они предложили самим написать свои манифесты. И надо сказать, что при том, что манифест считается несколько устаревшей формой выражения художественных идей, как раз формой, оставшейся безвозвратной в этом авангардном прошлом, к которому мы не можем вернуться. Но, тем не менее, оказалось, что это очень вдохновляющий жанр, и многие выразили свои идеи невероятными способами. Мы планируем опубликовать эти манифесты, и, оказывается, сегодня они возрождаются как способ художественного высказывания. Продолжение следует...